В чём разница между не вовлекаться в игру и подавлять эмоции? Давайте рассмотрим и ту, и другую сторону одной и той же медали, да? Не вовлекаться в игру. Есть некая игра в объективном восприятии, в которую вы играете каждый день. Это ваша работа, это ваша семья, это ваша вот эта реальность, в которую человек, привыкший считать, что эта реальность существует вне его сознания, в которую он пришёл голым и уйдёт голым, что эта реальность некая, существующая где-то, что есть некие космические миры, инопланетяне, враги народа и так далее. Это выгодно, да? Человек выносит ответственность и верит в то, что вынеся ответственность и Бога из себя, он получает некую реальность. И так происходит, и он в эту реальность приходит, играет в ней и выходит. И получается тоже такая своеобразная игра, вот эту функцию вовлечения в игру под названием «Начальник виноват», «Муж плохой», «У сына неприятности» или «Там ещё у кого-то радость», «Там похороны», это всё программа ума нас вовлекает. И люди создают вот этот трэш, и в него играют. И в этом трэше могут страдать, могут радоваться, в этом трэше они болеют, потому что чем больше они заваливаются в низкочастотное состояние, тем больше выдаётся им точно таких же игр, и тем больше усугубляется эта игра, например, игра в болезни, есть вторичные выгоды и так далее. И чем больше вы вовлекаетесь в игру, тем меньше вы игру контролируете. Потому что будучи в игре, вы не можете наблюдать и контролировать её. И человек, вовлекаясь в игру, испытывает определённые эмоции, он их выделяет, он меньше себя чувствует, он меньше себя ощущает, но при этом он больше эмоционирует, он больше выделяет в эту игру. И каждая эмоция, дополнительно раскачиваемая тоже программой ума, это внешнее проявление человека получается, и даёт возможность ему прочувствовать остроту этой игры, опять-таки через эмоциональное состояние. И таким образом человек всё больше вовлекается в игру. Первое, что человек может начать контролировать, это вовлечён он или не вовлечён. А второе, отдельно выделяет он эмоции или не выделяет он эмоции. Но эмоции подавлять при этом не надо, их надо осознавать. Понимаете, от того, что человек злится, он имеет право чувствовать злость, но выделять злость как эмоцию на другого человека, это расплёскивать энергию. Чувствовать и эмоционировать – это разное состояние. И человек осознанный понимает, я не буду разбрасываться эмоцией, я не буду расплёскивать вот эти состояния, как я говорю, вонять, но при этом я осознанно имею право почувствовать злость, обиду, вину. Я имею право проговорить это и вывести осознанно в спокойном состоянии, без эмоций. Чувствуете разницу? Сохраняя баланс, оставаясь в игре наблюдателем. Я вроде как и живу, тело моё здесь, но я наблюдаю за игрой и осознаю происходящее со стороны. Вот это практики, по сути дела, двойного восприятия, когда либо я включён в игру, либо я наблюдаю за игрой, либо я контролирую, либо я не контролирую. И у человека получается выбор, каким образом он будет играть. Пример. Вы участвуете в переговорном процессе. И если вы активно включились доказывать кому-то что-то, настаивать, продавливать и так далее, вы проиграли. Но если вы отключитесь, выйдете в наблюдение, прочувствуете, что надо тому человеку, что надо вам, ваши души очень быстро договорятся на вин-вин, и у вас сложится оптимальное решение в спокойном состоянии, когда и вы, и ваш оппонент будут довольны. Но это может быть только из спокойствия и равного состояния, из баланса равноправного состояния. Но если вы активно включены, этого не может быть. А если вы ещё проявляете эмоции, это давит человека, человеку неприятно, и дальше идёт разлад. Вот и вся разница. На самом деле всё очень просто. Эмоции подавлять не надо. Надо следить за тем, как вы себя проявляете. Эмоции выключаются очень легко. А чувства уже легализуются. Потому что эмоции есть производное чувств. Эмоцию можно отключить. А вот чувства легализовать нужно. Потому что подавляя просто в себе эмоцию, вы начинаете давить следующим этапом чувства. Потому что вы же эмоцию не отключили. Вы её пытаетесь затолкнуть обратно. Вы давите чувства. А чувство подавления чувств приводит к тому, что образуется блок. И там ещё скапливается энергия. И тогда это рушит тело. Для того, чтобы не рушить своё физическое тело, не заталкивать свои пуки обратно, надо их отконтролировать и сделать всё в спокойном режиме. А чувства при этом легализовать. Для того, чтобы вы могли спокойно и здорово жить в своём теле и продолжать чувствовать свою душу. И осознавать те процессы, которые происходят в игре. И осознанно выбирать. В эту игру вы играете, а в эту вы не играете. Это ваша игра. Это не ваша игра. Эта игра выгодна вам. Это не вам. Это ваш выбор, во что вы играете. А можете сформировать свою и нарисовать свою жизнь целиком и полностью осознанно. Такой, как вам нравится.